Этот вопрос, актуальность которого не вызывает никаких сомнений. Такими словами, Владимир Путин открыл заседание Совета Безопасности, целиком и полностью посвященное противодействию экстремизму. Экстремизм не только лишает граждан их прав и свобод, он подрывает экономику целых стран. И всё чаще случается так, что это угроза, как вирус заносится извне. В современном мире экстремизм используется как инструмент геополитики и передела сферы влияния очень часто. Мы видим, каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций. Какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, ломового внешнего вмешательства в их жизнь. Для нас это урок и предупреждение. И мы обязаны сделать всё необходимое, чтобы подобное никогда не случилось в России. Для нашей большой страны любые проявления межнациональной и межрелигиозной вражды крайне опасны. По словам президента, экстремизм часто находит подпитку среди мигрантов. Значит, нужно ужесточить контроль за миграционными процессами и в то же время защищать права тех, кто приехал в нашу страну честно трудиться. Идеологи экстремизма для вербовки нового пушечного мяса часто и небезуспешно используют интернет для воздействия на молодежь, которая, увы, привыкла бездумно верить почти всему, что написано во всемирной сети. Предотвращение религиозных и межнациональных конфликтов – это не только головная боль силовых структур. Нетерпимость к пропаганде экстремизма любого вида должна быть воспитана во всем обществе. У нас и у самих много, к сожалению, в этой сфере еще проблем. Мы знаем об этом. Я упоминал о том, что в мире происходит. И жизнь преподносит нам все новые и новые уроки, вроде бы и уже далекие от наших границ. Но мы должны иметь это в виду. Последнее кровавое преступление в Иерусалиме, где намалящихся людей напали с топором, ну, это просто уже, знаете, какая-то запредельная ситуация. Мы, зная обо всем этом, понимая опасность проявления подобного рода, анализируя причины того, что произошло, должны своевременно принять решения, которые уберегли бы нашу страну от вещей подобного рода. Президент предостерегает, не стоит ставить знак равенства между борьбой с экстремизмом и борьбой с инакомыслием. Противодействие экстремизму не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, демократическая страна, и её граждане вправе иметь своё мнение и высказывать это мнение. Вправе быть в оппозиции к власти. Более того, без вот такого состояния общества власть никогда не будет эффективной. Граждане вправе объединяться в политические партии, бороться за власть с помощью выборов, ходить на митинги, акции протеста, в конце концов, однако, разжигание ненависти киноверцам и инородцам, призывы к погромам и силовому свержению государственного строя, это уже за гранью закона и будет караться жёстко. После заседания к журналистам вышел секретарь совбеза Николай Патрушев. Речь шла о последствиях разных цветных революций и о том, что происходит на Украине. Я считаю, что США это один из инициаторов того конфликта, который происходит на территории Украины. И если они будут туда продавать оружие, то этот конфликт будет разрастаться. А что касается итогов этого совещания совбеза, Владимир Путин представил на обсуждение его членов проект «Стратегии противодействия экстремизму». Предполагается выработать взвешенный, практический и работоспособный документ. Роман Соболь, Кристина Добровольская, телекомпания НТВ, Москва.